Всем привет! Вы на канале «Захотеть похудеть» и здесь я делюсь моим опытом похудения на 30 кг. Девчонки, сегодня мы с вами поговорим о тех продуктах, которые делают нас живот большим, потому что меня очень многие спрашивают, что худеет всё, а живот остаётся. Это первое. И второе, одна моя подписчица попросила рассказать, что если случился срыв на интервальном голодании, то как потом опять вернуться в форму. Итак, девочки, были ли у меня срывы? У меня срывов практически нет. Я откровенно говоря, даже не помню, когда я на что-то срывалась, чтобы не могла остановиться. И я объясню, по какой причине. Это всё потому, что у меня существует загрузочный обед. Один раз в неделю я ем всё, что мне хочется. Я вам могу посоветовать, как я делала в первое время. Вот, например, когда вы идёте за покупками, там хочется то-то-то-то-то-то, я записывала себе на лист, что я хочу купить на вот этот вот день. И в супермаркете я, в общем, это покупала. И, ну, конечно, если это там какое-то пирожное, то это можно пойти купить в тот день непосредственно, когда вы будете загружаться. Но если там хочется кусочек какого-то жирного сыра или хочется тех же самых сосисок, ну, что-то такое, чего мы не едим. Вы составляете список, потом в определённый день вы это покупаете. И на вот этот вот загрузочный обед не обязательно не покупайте килограмм сосисок. Ну, я, к примеру, говорю, или там съедайте пачку сливочного масла. Но у вас должен быть чётко составлен лист, список, где вы будете знать, что именно вы будете есть вот в этот вот загрузочный обед. У меня вот на эту неделю в списке уже я хочу купить копчёную скубрию. Очень хочется, я её очень люблю, но я понимаю, что копчёные продукты, они не так полезны для нашего организма. И лучше есть свежую рыбу, приготовленную на пару или запечённую. Но чтобы не было вот такого вот срыва на жор, когда ты себя отказываешь, когда ты себя постоянно сдерживаешь, а потом всё, ты не можешь удержаться, и тебя несёт по полной. Поэтому я делаю вот таким вот образом. И у меня будет картофельное пюре. И вот знаете, девочки, очень хочется какого-то вот такого салата, ну, не именно майонезного, но что-то вот такого между крабовыми палочками, мимозой и оливье я ещё не выбрала. Ну, что-то вот, я если буду готовить, конечно, или мимозу, ну, скорее всего, это будет мимоза, я приготовлю её со своим вот этим майонезом. Сейчас в Украине без проблем можно выбрать обычные йогурты без фруктов. Добавлю туда горчицы, соевого, соуса лимонного сока, и вместо майонеза я вот его прослаиваю. Но всё-таки в салате мимоза есть и сыр, и консервы, и, ну, в общем, картофель, и морковь, и так далее. Так что у меня вот на этот загрузочный обед будет он рыбным, с картофельным пюре, с копчёной скумбрией и с рыбным салатом. Я уже, знаете, как жду этот день, у меня такое приподнятое настроение, и, понимаете, вот такие вот маленькие отступления, которые мы себе позволяем, они нас и удерживают от срывов. Если у вас случился такой срыв, что там, ну, не получалось ужинать до 6 вечера или в 6 часов вечера, и там были, ну, раньше завтрак, позже ужин, как бы сам вот этот вот ритм питания был сбит, что я могу посоветовать? Как я это делаю? Я вам расскажу, потому что советовать. Я считаю, например, поскольку я не диетолог, я не специалист по питанию, наверное, совета вот такого я, как именно совет, что делаете так, я дать не могу, но я могу рассказать, как поступаю я. Если у меня случается, у меня тоже случается, я такая же, слабая, как и вы, и я делаю 2 белковых дня, потому что вот эти вот белковые дни из диеты Пьера Дюкана – это палочка-выручалочка после Нового года, после дней рождения, после свадеб, после каких-то фуршетов или обедов, когда мы едим, как говорится, не в себя, когда мы и выпиваем алкоголь, и когда мы едим несколько салатов, мясную нарезку, хлеб, пироги, булки, торты и так далее. И всегда прийти в форму мне помогали вот эти вот белковые дни из диеты Пьера Дюкана. Что значит белковый день? Не обязательно есть целый день отварную курицу, вы можете на завтрак, уже опять войдя в ритм интервального питания, вот мы начинаем в 10 утра, наш первый завтрак в 10 утра. Вы делаете белковый омлет. Или же его можно приготовить на сухой сковороде, или же приготовить в силиконовых формах, в микроволновке или в духовке. Все это рецептов валов по диете Дюкана. Можно сделать белковый омлет, как я чаще всего делаю, потому что желток, он, конечно, более калорийный, но он полезный. У него все-таки есть витамин D. Многие говорят, что там полно холестеринов. Многие говорят, нет, все это классно нужно есть. В общем, я делаю так. Я беру 2 белка и 1 желток. Иногда я беру 3 белка и 1 желток. Все это взбиваю, добавляю немного зелени, иногда добавляю шпинат, немного молока. Или на сухую сковороду все это заливаю, и он у меня на медленном огне готовится. Или же в силиконовой форме, и получаются вот такие вот очень интересные маленькие омлетики. На обед можно сделать какую-то рыбу запечь, опять же с небольшим количеством овощей, или с лимоном, или же просто взять зеленый салат. И на ужин можно приготовить или куриную грудку, или запечь тоже как вот мясной хлеб он называется. Но я их называю как типа мясные, ну тевтельки, не тевтельки, даже не знаю. Но в общем я беру фарш, сама готовлю говядина с курицей, без свинины, естественно. Добавляю туда немного лука, добавляю разные пряности, и опять же в эти силиконовые формы, и в духовку. Немного горчицы потом, и вот такая вот вещь. И девочки, вот пару дней на таком питании, опять же в рамках периодического голодания, интервального голодания, то есть с 10 до 18 вечера, два приема пищи или три приема пищи, плюс два литра воды, и через два дня можете вообще вернуться, даже если вы и месяц нарушали, вы можете через пару дней к концу, вот вернуться к тому весу, который у вас был, если вы там набрали за вот этот вот период неправильного питания, то вы вернетесь обратно, потому что за месяц невозможно набрать 10 килограмм, даже если вы прибавили там кило-два, они за вот эти два дня уйдут, и к концу недели, первая уходит вода, естественно, на белковых днях, и к концу вот так вот недели уйдут уже вот эти отложения жира, которые там вы накопили. Это проверено, это работает, и, как говорится, вот такой вот мой опыт. Потом, девочки, по поводу продуктов для живота. Как? Я вот вам постараюсь, ну вот сейчас вот бегло на вскидку, назвать 5 продуктов, которые вы должны исключить, если вы хотите убрать свой вот такой вот живот. Я, кстати, тоже очень много заметила, и стала замечать, особенно здесь, в Украине, что есть женщины и мужчины, которые, они неполные, но вот у них вот, знаете, живот, как французы говорят, бидон. Вот он действительно как бы бидон. И бедра у женщины неполные, и руки, и как бы лицо, и грудь нормальная, но вот животик выпирает. С чем это связано? Первое, я уже рассказывала, не помню в каком видео, но тоже, наверное, связано с животом, что вы должны исключить, и вообще забыть об этом, это газированные напитки. Не важно, полезная это минеральная вода, или это обычная даже диетическая кока. Потому что Дюкан разрешает диетическую колу, и диетически газированные напитки, я категорически против, я на 100% согласна с моим диетологом, которая мне сказала, что этого в твоем питании быть не должно. Я очень люблю минеральную воду перье, но как бы я ее не любила, какая бы она ни была обалденно вкусная, ледяная, с лимоном летом, я ее исключила. Потому что вместе даже с минералкой газированной мы пьем углекислый газ. Это раздувает все вот эти вот, ну как бы, понимаете, это вредно, вы потом поймете метеоризм, у вас будет вздутие живота, неприятные ощущения, и уже как будто и кишечник, и желудок, все вот это вот растягивается. Ну, ребята, можете почитать более доступным языком, медицинским, наверное, да, информацию написанную. Я вам говорю вот языком потребителя, так вот, как я это знаю, как я это, я вот так вот и передаю. Ну, можете почитать научные статьи, это будет подтверждение, что это действительно так. Затем второе, девочки, алкогольные напитки. Вот мужчины, которые пьют пиво, вот у них тоже вот такие вот живота. Я знаю, что есть женщины, которые тоже любят пиво. И, во-первых, в пиве очень много килокалорий, там есть хмель, вот эта патока, из чего оно там делается, какие-то усилители вкуса и так далее, и так далее. Даже если оно безалкогольное, это очень вредные напитки. Второе, когда мы пьем алкоголь, у нас замедляется метаболизм. И когда твой мозг, так скажем, затуманен, и ты ешь, 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 посылов, сигналов нет, что все, ты сыт, тебе не нужно больше, но мы едим, едим, едим. Поэтому девочки, которые любят выпить бокал вина в ванной, чтобы расслабиться, потому что и такие мне пишут, или кто-то ходит на дискотеку в ночной клуб, и как же так, все там танцуют и коктейли и так далее, вы просто посчитайте, посмотрите в интернете, сколько сахара в этих коктейлях, что часто в них добавляется или какой-то сироп, или вообще кладется красный сахар. И посмотрите, нужен ли вам этот коктейль, или же можно просто выпить какой-то сок. Дальше, третий продукт, это соки. Это соки, которые мы покупаем в магазине, потому что основная масса пакетированных, бутылированных соков, она делается из концентрированного пюре с добавлением сахара, плюс там добавляется или какой-то сироп, ну в общем, эти соки, в них мало чего полезного, и ну как бы вы их не любили, я поняла, что когда я от них отказалась, и вот в общем с животом стало меньше проблем. Затем, девочки, четвертый продукт, это соусы, это майонезы, это какие-то заправки, заливки, да, я согласна, что, я вот иногда, знаете, смотрю видео, когда девчонки готовят диетические блюда, и поливают все это в соус для бургеров, или там нулевой, или как бы обезжиренный майонез смешивается с, типа, даже домашним кетчупом, в который, когда вы его готовите, добавляете и сахар, и все прочее, и вот эти вот соусы, да, когда, во-первых, соус, он обостряет вкусовые ощущения, нам вкусно, это остренькое, это такое вот приятное на вкус, и у нас еще больше появляется аппетит, и когда ты ешь все вот это залитое соусами и всем прочим, тебе хочется добавки, вот посмотрите даже на себя, вот просто вспомните, если ты ешь просто нарезанный помидор, огурец, немножко совсем оливкового масла, и желательно не так много соли, и ты уже не будешь хотеть там съесть еще там что-то, колбасу и так далее, и так далее, и тебе даже вот этого салата полезного хватит, но если ты зальешь вот этот салат какой-то там заправкой, заливкой, с какими-то усилителями вкуса и с ароматизаторами и так далее, тебе хочется еще, 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 то же самое, как и фастфуд, но про фастфуд я уже говорить не буду, потому что, мне кажется, каждый понимает, что если он будет есть в Макдо каждый день, или вот эту шаурму и так далее, то он будет точно вот такой вот бидон, и девочки, пятый продукт, ну чтобы не затягивать уже долго-долго это видео, это соль, потому что соль, опять же, вот как соусы, так и соль, когда мы едим что-то, ну к примеру, соленые орешки, соленые, вот орехи полезно есть, но девочки, вот вы меня спрашиваете, а что делать, если, да, я люблю там миндаль, я люблю там, ну арахис, он не такой полезный, я люблю кешью, но мне нравится, когда они подсоленные, потому что натюр, без соли, как бы с сахаром, да, никто глазированный не ест, мы как бы на диете, но вот орешки, даже если я там буду брать, я хочу, чтобы они были подсоленные, нет, девочки, нет и нет, соль, она задерживает воду в организме, раз, соль не так, ее нужно употреблять, но в разумных количествах, она плохо влияет на косточки, на суставы, плюс, если вы больше подсолите, мне тоже девочки говорят, а я, мол, типа хитрю, я там что-то подсолю, или соленый огурчик съем, и я потом, значит, могу пить воду, потому что я воду пить не могу, девочки, когда вы не замечали, может быть, когда вы пьете воду после соленого огурчика, утром, когда просыпаетесь, вот, например, у меня набрягшие веки, и вот такие вот набрягшие мешки под глазами, когда много соли, почки не справляются со всей вот этой своей работой, когда вы едите нормальную обычную пищу, а не слишком соленую сельдь, не слишком соленые вот эти вот маринованные огурцы, чипсы, соленые орешки, и так далее, поэтому, девочки, хотите избавиться от живота, избавьтесь в вашем рационе от вот этих вот продуктов, которые я перечислила, это не фантастика, это не какие-то сказки, это я прошла это на своем опыте, и слава богу, у меня уже второй год пошел, как я удерживаю свой вес, и делюсь с вами своим реальным опытом, а не какими-то там, что можете посмотреть, очень много девчонок, которые ведут каналы не один год, и да, они там худеют, но набирают снова, и дают советы, вот это, вот это, вот это, вот это, но как бы блогеры, почему я за видео блогеров, потому что ты можешь наблюдать, в каком он весе, это не фото, это реально, и вот так вот идет видео, и ты можешь видеть человека, в каком он весе начал похудение, в периоде похудения, и к тому моменту, к которому он пришел, поэтому вы можете сами видеть, можете сами наблюдать, что те советы, тот мой опыт, которым я с вами делюсь, он реальный, из реальной жизни, они не придуманы, что вот сидит, или вот такая вот девочка, которая 40 килограмм, говорит, ой, я там 20 лет назад была, вот такая вот пышка, понимаете, тут тоже ты не проверишь никак, и ты не увидишь, была ли она этой пышкой, или просто как бы на популярной теме старается заработать, я через это прошла, на YouTube полно моих видео, когда я была в пышных формах, и сейчас вы можете видеть результат, к которому я пришла, ладно, девочки, хватит мне себя хвалить, скромности мне вот, как видите, не хватает, наверное, да, желаю всем прекрасного настроения, эффективного похудения, и жду вас на моем канале, в моем новом видео, пока-пока, мои хорошие.